Добрый день! Господь, сомнения уходят, страхи уходят. Спасибо Тебе за все. Мы просим Тебя послужи нам сегодня, Духом Божьим, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, наша тема на сегодня – Псалом 102. Кто-нибудь прочитал его как домашнее задание? Я надеюсь, да. Итак, Псалом 102. Мы сегодня пройдем весь Псалом. Я бы назвал этот Псалом «Псалом благодати и завершенной работы Иисуса Христа». Псалом благодати и завершенной работы Иисуса Христа. Мы с вами посмотрим на череду утверждений в этом Псалме. Я повторяю, череда утверждений. А что такое утверждение? Это провозглашенная истина, на которую мы можем ответить как «Аминь» и «Аминь». Помните, Иисус говорит «Истина, истина» – это «Аминь» и «Аминь». Итак, здесь удивительная череда утверждений, которые укрепляют нас и на которые мы можем сказать «Аминь» и «Аминь». Ну, давайте начнем. Итак, Псалом Давида. Псалом Давида. Первый стих. «Благослови душа моя Господа». Итак, не раз и не два мы встречаем в Псалмах, что Давид обращается к своей душе. Вы со мной? Давид обращается к своей душе. Кто обращается? Кто обращается к душе? 41-й Псалом тоже там. Помните, да? «Что унываешь ты, душа моя?» «И что?» «Смущаешься, уповай на Бога». Кто обращается к душе? «Дух, который соединен с Духом Божьим». Аминь. Запомнили, да? «Дух человеческий, который соединен с Духом Божьим» обращается к душе. Душа обязательно должна быть Вадима. Вадима. И должна быть Вадима Духом. Потому что душа не может остаться сама по себе. Она сразу потеряется. Она должна быть Вадима Духом. Наш Дух, когда был оживотворен, в момент нашего спасения и был соединен с Духом Божьим, мы с вами получили связь с Богом, и наша душа получила водительство. И Римлянам 8 глава, по-моему, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, кто? Суть Сыны Божия». «Мы с вами водимы. Наша душа обязательно должна быть Вадимой. Вадимой Духом». Здесь мы с вами видим, что это слово стоит в повелительном наклонении. Все понимают это, да? Это повелительное наклонение. Это призыв к действию. Призыв к действию. Или это как повеление, или это как заповедь. И здесь мы с вами видим, что Дух обращается к Душе и говорит «Благослови Душа Моя Господа». И вся что? Внутренность. Мы с вами понимаем, что такое внутренность. Мы уже говорили, что это? Это эмоции наши. И вся внутренность, вся внутренность моя. И нашим эмоциям есть хорошее применение. Здесь, правильно, да? «Благослови Душа Моя Господа». И что? Эй, эмоции, подключайтесь. Ваш выход. Аминь. Это хорошее проявление эмоций. Это великолепное проявление в эмоции, когда душа ведома Духом. Аминь. И эмоции. Ваш выход. И руки поднимаются вверх. И чистота сердечных сокращений увеличивается. Давление поднимается? Нет, не знаю. А эмоции приносят краски в наше поклонение. Итак, «Благослови Душа Моя Господа, и вся внутренность Моя святое имя Его». Второй стих. «Благослови Душа Моя Господа». И что? «И не забывай всех благодеяний Его». Здесь мы видим с вами, этот стих относится к прошедшему времени. Последующие стихи будут относиться к настоящему времени. И это будет утверждение настоящего времени. Итак, здесь нам предлагается что? Дух предлагает душе что? И нашему уму не забывай всех благодеяний Его. Что Израиль сделал, когда вошел в землю обетованную? Что сделал? Забыли. Все. А что нужно было делать на каждую Пасху, заповедь, которая была дана Израилю? Что нужно было делать? Начинает напоминать весь исход, как Израиль вышел из Египта. И по сей день, по-моему, в еврейских семьях на Песах собирается, глава семьи садится за стол и начинает говорить одно и то же, что говорил в прошлом году. И что это? Это напоминание. Не забудьте, как Господь вывел вас. Не забудьте, что была поднята мышца крепкая. Десницей простертой Он разделил Красное море. А, кстати, это не черное, а чермное. Оно же красное. Знаете, для кого-то это будет откровенеть. Итак, не забывайте всех благодеяний Его. Нам есть, что с вами вспомнить? Есть? Аминь. Но мы не живем в прошлом. Это нужно знать. Но мы не забываем благодеяния Господа, какие Он сделал. И в другом псалме написано, что благодеянием Твоим нет числа и милости Твоей. И мы, как бы сказать, наша душа направлена духом. И мы с вами славим Господа. И наши эмоции подключаются. И что? Память наша начинает работать. И мы с вами вспоминаем и говорим. Аминь, Господи. Ты тогда был верен. И ты вчера... Вчера Он был верен? Аминь. Вчера Он был верен. И Он будет верен. Я помню. Помню, как Ты спас меня, Господи. Помню, как Ты вывел меня из тьмы. Помню, как Ты взял меня из тенистого болота. И поставил на камни ноги мои. И сейчас мы будем говорить еще достаточно. Итак, не забывай всех благодеяний Его. Итак, вот эти вот утверждения настоящего времени очень важны для нас. Третий стих. Пошли вперед. Он прощает... Что? Все беззакония Твои. Какие? Какие? Все. Петр говорит, сколько мне прощать брату моему в один день? До семи или раз? Господь что? Не говорю тебе не до семи раз, а до... Семьдесят раз по семь. Аминь. А в другом Евангелии написано, если брат согрешит семьдесят раз по семь и придет к тебе в один же день и скажет, каюсь, что прощай его. Аминь. Итак, здесь говорится, что и прощает все беззакония Твои. Какие? Все. Нужно ли мне их хранить у себя? Нет, не нужно. Всякое исповеданное беззаконие прощается Богом по его благодати, у престола благодати. Прощает все беззакония. Дальше смотрите. Исцеляет все недуги Твои. То есть болезни. Здесь болезнь. Исцеляет? Исцеляет? А если не исцеляет? Благодати достаточно. А если не исцеляет, значит, есть какая-то мысль у него. Согласны? У Бога. Значит, есть какая-то мысль. Что-то он может произвести в нашей жизни. Исцеляет все недуги Твои. Мы с вами можем сказать Аминь. Слава Богу. Мы видим это. Дальше. Избавляет от могилы жизнь Твою. Разве мы не скажем на это Аминь и Аминь. Избавлял? Избавляет. Избавляет. Даже больше могу сказать. Он сам взял да вышел из могилы. А даже больше могу сказать. Он взял и всех нас вывел из могилы. Римлянам 6 глава. Что там написано? Мы были с вами погребены. А, умерли со Христом. Были погребены со Христом. Что? Значит, и воскресли вместе с Ним. Мы вышли из могилы вместе с Иисусом Христом. Есть ли для нас смерть? Есть? Нет. Нет, только тень смерти. Псалом 22. Потому что весь удар смерти принял на себя Христос. Он стал этим, который встретился с настоящей смертью. И что? И победил ее воскреснув на третий день. И он вышел из могилы и вывел нас всех. И мы говорим на это, что? Ты избавляешь нас. Как здесь написано? Избавляет от могилы жизнь мою. Аминь. Дальше. Венчает меня милостью и щедротами. Знаете, что это означает? Венчает. Одевает венец милости и щедрот на мою голову. Но, запомните, всякий раз это относится к помазанию и к венцам. Когда вы слышите это в Библии, знайте, что Господь добавляет нечто в наш мыслительный процесс. Аминь. Помазанная голова – это помазанные мысли. А что? А венец милости и щедрости – это что? Это я помилован, я начинаю мыслить мыслями милости. Хорошие мысли милости. Когда я себе даю милость, а потом что? А потом опять себе даю милость. А потом, когда, если я еще себя не помиловал, что? Опять даю себе милость, а потом другому могу дать милость, а потом людям могу давать милость. Почему? Потому что на мне венец милости. У меня появились мысли о милости. И я знаю, что я несовершенный. И я знаю, и мы дойдем до этого. Дальше. Венчает тебя милостью и щедротами. Пятый стих. Насыщается, насыщает благами желание твое. Иными словами, восполняет нужды наши по богатству своему славе Христом Иисусом. А вот еще хорошее. Обновляется, подобно Орлу, что юность моя. Я специально сегодня открыл, про Орлов прочитал. В определенное время, несколько раз, в его жизни, в жизни Орла, оперение у него все меняется. Почему? Потому что перья сами, они очень нежные. И они могут быть повреждены. Особенно те, которые эти... Короче, для летания длинные. Они могут быть повреждены. И время от времени Орел, Орел сбрасывает одни перья, и другие вырастают. И он также может подниматься на высоты. Здесь говорится, что юность наша обновляется, как подобно Орлу. Кстати, не забывайте, что каждый седьмой год вы новый человек. Это не библейское утверждение. Это научное исследование. Каждые семь лет вы новый человек. В вашем организме нет уже ни одной клетки, которая была. Все через семь лет заменяется. Разве это не здорово? А я вас хочу... Вы заметили это? Замечаете это или нет? Как они заменяются? Или это как-то вот так? Раз, раз. Даже больше могу сказать. Исайя, 40 глава. «Надеющиеся на Господа, что обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, хотя и молодые люди устают, и молодые люди падают, но надеющиеся на Господа, что расправит крылья и полетит». Кстати, энергия, которую тратит орел для напарения, минимальная. Я верю, что такое хождение во Христе Иисусе, верующего в Иисуса Христа. Своей энергии что? По минимуму нужно плотской энергии. Даже вообще ее там нет. Просто я распростер крылья. Моя душа, мой дух говорит моей душе, что благослови душа моя Господа. И вся внутренность моя, святое имя его, что вспоминай, что он сделал, и знай, что сейчас происходит. Прощает беззакония твои, исцеляет недуги твои, что избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостями и щедротами, обновляется подобно орлу юность твоя. Я испытываю это на опыте. Действительно, есть энергия, аминь. Есть силы. А их могло бы и не быть, но они есть. Мотивация есть? Хороший вопрос. Шестой стих. Важный стих. Господь творит правду и суд всем обиженным. Еще раз давайте прочтем. Господь творит правду и суд всем обиженным. Кто творит суд? Господь. Когда творит? Когда творит? Когда он захочет это сделать. 74-й псалом. Запомните, третий стих. Господь говорит, когда изберу время, я произведу суд по правде. Запомнили, да? 74-3. Когда я изберу время, тогда произведу суд по правде. Здесь мы с вами видим, что Господь творит правду и суд, кому всем обиженным. Наше дело – прощать. Аминь. А его дело – избрать время и произвести суд. А наше дело какое? Прощать. Точка. Аминь и аминь. А его дело какое? Извините, что я повторяю несколько раз, но я хочу, чтобы мы с вами поняли это. Его дело какое? Когда я изберу суд, когда я изберу время, я произведу суд по правде и дам удовлетворение всем обиженным. Аминь. Все получат. Это мое время будет. А ваше дело или наше дело что? А вы прощайте, как Христос во Христе, как Бог во Христе простил нас. У нас другого пути нет. Если мы хотим возрадоваться в отношении суда Господня, мы обязательно должны прощать. Аминь. Если мы не прощаем, для нас суд Господень не будет радостью. И это будет тяготить нас. И мы даже крылья свои не сможем расправить. Почему? Потому что они будут согнуты. И сердце наше будет что? Несвободно. И Господь здесь говорит, вы не переживайте. Я изберу время. Я произведу суд. И дам утешение всем обиженным. А с другой стороны, знаете, что Павел говорит? Можно и остаться обиженным, правильно, да? Шестая глава. Можно остаться и обиженным. Как так? Можно. Невозможно. По плоти невозможно. А когда Дух ведет душу, еще раз говорю, когда Дух ведет душу, тогда можно. Тогда другая сила. Тогда и крылья расправились. Тогда и мысли другие. Тогда и что? Венец милости. Мне на голову Господь надевает. Мысли появляются милости. И я знаю, что я такой же персть, как и другой человек. И мы дойдем до этого с вами. Здесь мы с вами видим Бога благодати, который выводит людей на высоты облачные. И Духу говорит, душе говорит, выходи туда. Там прославляй Бога. Там знай, что Он делает для тебя. И будь доволен этом. Потому что, вот по крайней мере, в этом псалме основные области нашей жизни покрыты на сто процентов. Разве не так? Итак, Господь творит праведность и суд всем обиженным. Седьмой пропустим. Восьмой. Щедр милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Давайте еще. Щедр милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Мне понравилась вчера мысль, которая была сказана на пикнике. Если вы просили что-то у Бога и получили от Него, не обращайтесь с этим, что вы получили, как с хрустальной вазой, боясь ее уронить. Вы со мной? Если Бог дает, Он щедро дает. Если Он дает исцеление, что? Не нужно мне на следующий день волноваться, Он меня исцелил или нет? Если Бог исцеляет, что? Он щедротый его. Щедротый его. Если я получаю ответ на молитву, что? Я не сомневаюсь в этом. Если Он открывает для меня дверь, заходите туда. Если вы чувствуете, что Бог открыл для вас дверь, услышав вашу молитву, заходите смело, не сомневаясь. А и говорите, ну-ка прочь отсюда все мои сомнения и мой суперздравый и, как это сказать, суперизощренный ум. Потому что я хочу хотеть поверить в Бога. Аминь. Я хочу делать шаги в вере. Я знаю характер Бога, но Он не будет отсыпать мне это самое, по зернышку. Если Он дает, что? Ну и заходи туда. Ну и иди туда. Господь дает тебе благодать. Если молишься, и висал прекрасное, самое гениальное, помните его изручение. Если молишься, ожидаешь ответ, и когда получил ответ, поднимай руки и славь Бога, и не сомневайся в этом. Разве это не здорово? Щедр милостив Господь. Какой Он еще? Долготерпелив. Давайте вместе. Долготерпелив. И многомилостивый. Такие словечки длинные. Знаете, да? Это специально. Что Его долготерпение по отношению к пастору Теплову велико, а тем более всех. Долготерпение. Он терпит нас. Аминь. Он знает. Он видит нашу ценность. Он знает наш потенциал. И Он терпит нас. Взращивает нас. Давай, давай. Давай, давай. А упал? Ничего. Поднимайся. Взращивает. Идет, идет. Кстати, заметили Матфей сегодня с нами? Знаете ли, да? О! Он попросил меня. Можно я буду присутствовать? Я говорю, пожалуйста. Если человек хочет. Правильно, да? Почему? Потому что я думаю, что здесь понятные вещи говорятся. Да? Аминь. Благослови душа моя Господа. И вся внутренность моя. Святое имя Его. Щедрой милости в Господь. Долготерпелив и многомилостив. Знаете, мне следующее. Да? Мне вообще нравится. Смотрите. Не до конца гневается. И не вовек негодует. 29-й Псалом говорит, что на мгновение гнев Божий. На всю жизнь благоволение Его. Аминь. Вечером водворяется плач. А на утро что? А на утро радость. Не вовек гневается. Это означает, что Он не будет на меня гневаться вовек. Иначе Господь говорит, изнеможет передо Мною вся плоть. Я не могу гневаться вовек. И не вовек негодует. Дальше. Ибо как... А не по беззакониям нашим сотворил нам. И что? Я вас не слышу. И не по грехам нашим воздал нам. Давайте еще раз. Не по беззакониям нашим сотворил нам. И не по грехам нашим воздал нам. Иногда я слышу. Бог меня наказал. Это Бог наказал меня. Наказал меня Бог. Это за то, что вот я тогда вот это сделал. Вы прочитали это внимательно, да? Если бы Он обращался с нами в соответствии с нашими грехами и беззакониями, что? Да никого бы не осталось здесь на земле. 129-й Псалом. Там написано, что если ты будешь замечать беззаконие... Что? Кто устоит? Ответ какой? Это риторический вопрос. Ответ какой? Да никто не устоит. И здесь написано, что Он не по беззакониям нашим воздал нам. И не по грехам нашим сотворил нам. Никогда не думайте, что Бог такой. И учите других людей. Которые рядом с вами. Это не Бог наказал. Это мое беззаконие может увлечь меня тут направо или налево. Аминь. Это мой грех может меня обольстить. И Господь говорит, я не действую так. Я не ловлю вас по вашим грехам и беззакониям. Это не моя природа. Я в мудрости обхожусь с вами, как с моими детьми. А если вы терпите воспитание, то тогда что? Тогда знайте, что вы дети Божьи. Потому что какого ребенка не наказывает отец? А в 118-м псалме вообще прекрасно говорит, прекрасно говорит несколько стихов. Господи, благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам Твоим. Аминь. А дальше говорится, знаю, Господи, что суды Твои благи. И по справедливости Ты воспитал меня. Да будет милость Твоя утешением мне по слову Твоему. Аминь. Не по грехам и не по беззакониям. Знаете почему? Следующий стих. Потому что как что? Как восток. Ой-ой-ой. А, не-не, еще не восток. Ибо как высоко небо. Это, знаете, крест Голгофы, да? Туда-сюда и что? И туда-сюда. Как небо высоко над чем? Над землей. Это вот это вот. И как восток от запада. Это вот это. Аминь. Крест Голгоф. Давайте еще раз прочитаем. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся Его. И 12 стих. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Я хочу вас спросить. Встретится ли когда-нибудь восток с западом? Нет, наверное. Нет, наверное. Нет, наверное. Как восток от запада. Знаете, что это означает? Вы никогда с ними больше не встретитесь. Ну, разве не так? Разве не так? Вы никогда с ними больше не встретитесь, потому что они были возложены на кого? На Сына Божьего. И Он отдалил их от вас, как восток от запада. Вы никогда с ними больше не встретитесь. И не пытайтесь вспоминать о них. И не выковыривайте их из своей памяти. Из своей памяти вы должны выковыривать что? Как благ Господь к вам. Нет, не выковыривайте. Из своей памяти вы доставайте и не забывай, что все благодеяния Его, а все грехи и беззакония и их последствия в моей жизни, они были брошены в пучину морскую, были заброшены за хребет Бога и кровью Иисуса Христа смыты. И были удалены от нас, как восток от запада. Мы с ними больше не встретимся, потому что мы с вами праведные и боящиеся Господа. Аминь. Но мы с вами можем... Можем. Но не надо. Древнее что? Все прошло. Я вам задам вопрос. Вы вчера согрешили. Сегодня какой стих действует? Вы вчера согрешили, пришли к престолу благодати. В 489 раз вчера согрешили, пришли к престолу благодати. Сегодня что? Древнее все прошло, теперь все... Несправедливо. Понимаю, несправедливо. Но это Бог так сказал. А я с Ним почему-то очень даже согласен. Правильно, да? И Иисус говорит, достаточно каждому дню своей заботы. Вы знаете, нам нужно тренировать, обучать себя в этом. Тренировать себя. Чтобы те вещи, которые не нужно с собой таскать, оставались в прошлом дне. Аминь. Чтобы солнце не взошло во гневе нашем. А когда мы открываем глаза, мы с вами какое творение? Новое творение. Сегодня новый день. Сегодня Христос. Аминь. И если что-то тяготит меня, я сажусь за стол напротив Бога и разговариваю с Ним открыто. Аминь. И ничего не таю в сердце своем, разговариваю с Ним открыто. И говорю, Господи, я... Ну и ваш выход. Знаете что? Этот разговор останется между вами, между Ним и вами. Вы слышите меня? Он останется между Ним и вами. И я спокойно можно, спокойно могу сесть с Ним за стол и сказать, Господи, я завидую этому человеку. Да, есть такое. Помоги мне. Помоги мне. Разве нельзя поговорить? Это серьезная тема. И другие тоже. Помоги мне. Разве Господь не поможет? Аминь. Аминь. Я за такой разговор. Не хочу носить себе. Ни мое бремя, ни моя ноша. Дьявол использует это. И грузанет меня еще больше. И будет издеваться надо мною. Мучить меня. Я сажусь за стол со Христом. И выкладываю Ему все, что меня беспокоит. Один раз я... В Финляндии помню. Вы еще помните конференции в Финляндии? Помните, там в конце конференции пасторы встают по периметру, и люди подходят, и... Ну, молитва. Время молитвы. Ко мне подошла одна сестра. Я никогда не забуду это. Она сказала, пастор, я ненавижу эту церковь. Я ненавижу этих людей. Мне очень плохо. Помолитесь за меня. Знаете, чему я рад? Что она озвучила это перед Богом. Представляете? Такой, слава Богу, молитвы больше мне никто никогда не подходил. Но она подошла, и она прямо сказала Богу, что происходит. И я уверен. Я уверен, что Господь слышит. Это не сокрытая в сердце ненависть. Это я приношу Богу и говорю, Господи, помоги, я не справляюсь. Все буду тебе открывать. Все буду тебе открывать. И даже такие вещи. Аминь. Почему? Потому что мы люди эмоциональны. Сегодня ненавидим, а завтра что? Все прошло. Аминь. Я не знаю, я вчера говорил об этом, сегодня и говорю об этом. Это важно. Запомните, пожалуйста. Не таите в сердце. Разговаривайте с Богом. Все выкладывайте. Все выкладывайте. Этот разговор останется между вами. Даже ангелы не услышат его. Он будет запечатан. И вы получите помощь и поддержку. Так, хорошо, идем дальше. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. 13 стих. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. 14 стих. Ибо он знает состав наш. Знает? Знает. Кто мы такие? Три-четыре. О, мы перст. Он помнит, что мы что? Слабые. Слабые. Он знает это. Слабые. Сегодня можем сказать одно. Завтра другое. Слабые. Но сила. Но Христос возрастает в нас. И мы укрепляемся в Его силе. По могуществу благодати Его. Аминь. Эти пять сил. Искус. Кратос. Энергия. И так далее. Они становятся нашей жизнью. Это Божье действие внутри нас. Но Господь все равно знает, что мы перст. И поэтому относится к нам как? Соответственно. Соответственно. Не забывайте. Ну ладно. Не забывайте, что вы перст. Аминь. Не человека, как трава, как цвет полевой. Так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его. И места его уже не узнает его. Ну, аминь и аминь. Раньше девятьсот пятьдесят лет. А сейчас. Большей крепости восемьдесят. Семнадцатый стих. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И праведность Его на сынах сынов. Слушайте внимательно. Хранящих завет Его. И помнящих заповеди Его. Чтобы. Что? Исполнять их. Еще раз повторю. И праведность Его на сынах сынов. Праведность переданная. То есть, практическая. И праведность Его на сынах сынов. Хранящих завет. И помнящих заповеди. Чтобы исполнять их. Не просто служить. А что? Исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой. И царство Его всем обладает. Дана мне вся власть. И на небе. И на земле. Говорит Иисус Христос. Итак, 102-й псалом. Утверждение истины. Для нас с вами. Для нашего ободрения. И возрастания. Аминь. Отец наш Небесный. Благодарны Тебе за Слово Твое. Слово Твое есть истина. Ты очищаешь нас Словом Твоим. Ведешь нас Твоими путями. Одеваешь на нас венец милости. В нашем сердце появляются мысли милости. Мысли благодати. Благодарим Тебя за все утверждения, Господи. Которые Ты говоришь нашей душе. Чтобы она была ведома. Чтобы не ходила сама по себе. Но чтобы была ведома Духом Божьим. Была ведома на злачные пажития и к водам тихим. Благодарим Тебя, Господь Иисус. За удивительные слова ободрения, Господь. И это Ты говоришь все для того, чтобы мы имели надежду в Тебе. Укреплялись в Тебе. Говорили с Тобою. Молились Тебе. Знали Твой характер. Возрастали в Тебе. Если вы не знаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Придите к Нему. Он Бог всякой благодати. Он любит вас. И Он явил милость свою к вам на кресте Голгофы. Придите к Нему. Ваши все грехи были возложены на Него. На крест Голгофы. И теперь ничего не отделяет вас от Бога. Только обращение к Нему словами веры в молитве. Скажите, Господь Иисус Христос, я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер на кресте Голгоф из-за моей грехи и воскрес на третий день. Прошу Тебя, Господи, мой Господи, спаси меня. Подари мне вечную жизнь. Войди в мое сердце. Обучай меня Твоему Слову. Приведи меня в живую церковь. Хочу знать Тебя. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь. Аминь.